По легенде, возгорание произошло в здании городского отдела полиции. Вызов поступил на пульт пожарной охраны. Пожарные расчеты подъехали к зданию полиции в течение нескольких минут. На момент возгорания внутри находилось 15 человек. До прибытия пожарных была произведена эвакуация сотрудников и материальных ценностей из помещений. Особое внимание во время учений уделили действиям работников отдела полиции. Требовалось в первую очередь определить очаг возгорания. Сообщить об этом в дежурную часть. Сообщение должно было стоять лаконично, подробно. Потом мои действия были попытаться ликвидировать очаг возгорания, что у меня не получилось. Потом мы были заблокированы в актовом зале. После этого мы выкинули лестницы и обозначили предметами, платками. Пожарное звено в количестве трех человек произвело разведку для изучения ситуации. Затем приступило к ликвидации пожара и спасению людей внутри здания. Все происходящее контролировали руководство ОМВД и пожарной службы. Главная цель тренировки – отработать алгоритм действий всех участников в условиях, максимально приближенных к экстренной ситуации. Мы посмотрели, как действовали и наши сотрудники, дежурный наряд, а также посмотрели, в каком состоянии у нас и умение пользоваться средствами пожара, тушения и специальными устройствами, которые у нас есть для эвакуации. В ходе учений было задействовано 4 единицы пожарной техники и 18 человек личного состава. В результате грамотных и слаженных действий пожарных и полицейских из здания были эвакуированы все сотрудники. В ходе учений были также отработаны вопросы тушения пожара на различных стадиях, приемы и способы подачи огнетушащих средств. Что такое административное здание? Это, во-первых, большое количество людей, скопление людей. Второе – это подъезды, проверка подъездов. Третье – это выучка, профессиональная подготовка личного состава пожарной охраны. Считаю, что сегодня и пожарные, и сотрудники полиции справились на очень хорошую оценку. По итогам учений был проведен детальный разбор действий всех участников тренировочного мероприятия. Ирина Заикина, Алексей Магин, Новости Губкинского.